Привет! Помните, мы с вами говорили про редактирование текстов? В целом, как это делается, редактирование текста, кода и вот такие вещи. Сегодня мы с вами поговорим про VS Code, мой ежедневный редактор. Причем поговорим не в стиле, вот как правильно его настраивать, вот как правильно его использовать, и есть только такие возможности, и никак по-другому нельзя. Нет, мы сегодня поговорим о том, как использую его лично я. То есть, какие вещи мне нужны, какие вещи мне не нужны, как я его настроил, и как я его использую каждый день. Я пишу код, так или иначе, уже лет 20, ну, по крайней мере, скоро будет этот юбилей, и перебрал огромное количество редакторов. От блокнота до вот сегодня VS кода. И по пути было много-много всего. Периодически я устраиваю себе испытания. Я беру какой-нибудь новый клевый редактор, или старый забытый, или что-нибудь, чем я давно не пользовался, и переключаюсь на него, чтобы проверить, может, там что-то интересное, может быть, он мне понравится больше. И как раз во время такого эксперимента несколько лет назад я переключился с Atom на VS код. До этого был Sublime, до этого был TextMate, до этого был... А я уже не помню, что было на самом деле. Огромное количество редакторов я перебрал, и вот сегодня мы поговорим про тот самый мой актуальный. Не лучший, не любимый, а вот просто текущий. Я уже начинаю подумывать, куда бы с него слезть, но пока не слез, давайте про него поговорим. Да чего тут говорить? Ты показывай. Ну вот и показываю. Смотрите, он у меня белый. Да, пока вы отходите от шока, я признаюсь, действительно, я пользуюсь светлой темой для редактора. Причем не просто для всего интерфейса, а для кода. Давайте откроем какой-нибудь проект, ну и посмотрим, что у нас там есть. Ну, например, сайт веб-стандарты. Так, проект открывается, можно зайти в какой-нибудь, не знаю, файл... Elevante.js. Главное, что здесь тема светлая, редакторы, и тема подсветки тоже светлая. Так же, как с редактором, когда-то я переключился с темной темы на светлую. Как и все, я начинал с темной, ну, потому что редакторы обычно по умолчанию идут с темной темой, потому что это такая программистская штука, я не знаю. Но, тем не менее, я когда-то пользовался темными темами. А потом решил, что, ну, хватит, давайте попробуем что-нибудь новое. Переключился, и мне понравилось. И некоторое время я пытался еще переключаться обратно в темные, но понимал, что, да, первые несколько секунд приятно и интересно, а потом думаешь, да что ж такое? Вся операционная система светлая, сайты в интернете светлые в основном, а редакторы почему-то темные. Ты переключаешься туда-сюда, и тебя бьет по глазам. В общем, ну, вот так я выберу для себя светлую тему. Чтобы сделать свой редактор светлым, я использую тему GitHub Lite. Очень удобная и качественная тема. И отдельно у меня упрощенные папочки. Я не подсвечиваю типы файлов, тут и так все понятно. Так что у меня все очень чисто, просто и, да, светло. Ладно, это внешний вид, это ерунда. Но вы кое-что могли заметить еще. Как я открыл проект? Я открыл список последних проектов, нажал клавишу Ctrl-R, и у меня выскочил список. Именно так я открываю все свои проекты. То есть у меня нет специального файла проекта, у меня нет специального расширения Project Manager и так далее. Я просто нажимаю Ctrl-R и показываю список. Давайте еще раз посмотрим. Нажимаю Ctrl-R, открываю какую-нибудь папку, она перезагружает все окно, и тут открывается новый проект. Откуда это вообще берется? Берется это вот отсюда. Файл, Open Recent, и, да, здесь все то же самое. То есть, по сути, я получаю доступ до этого меню с помощью горячей клавиши Ctrl-R. И этого более чем достаточно. Некоторое время назад я пользовался расширением Project Manager, то есть специальным расширением, которое создает отдельный интерфейс и хранит настройки моих проектов. То есть у меня есть возможность вывести отдельной горячей клавишей список проектов, у них есть какие-то настройки. Ну, в общем, что-то типа того, только не на файловой системе рядом в самом проекте хранится настройки проекта, а где-то вот там отдельно. Это все синхронизируется и так далее. Но почему я перестал им пользоваться? Дело в том, что автор этого расширения придумал, как его монетизировать. Он начал мне с релиза с ноутами напоминать. Смотрите, он обновился и показывает сплэш-скрин. Я начал искать настройки, как-то отключить, даже сходил на GitHub ему, и, в общем, он сказал, да, привет, я не собираюсь ничего отключать, потому что это повод мне напоминать, что ты пользуешься моим расширением, и показывает рекламу, и еще что-нибудь такое. И я понял, что подобный подход мне не нравится. То есть, когда у меня нет выбора что-либо отключить в расширении, что на самом деле мешает мне быстро начать работать, я просто этим перестаю пользоваться. Тем самым я просто сфалбэчился на очень простую, встроенную в редактор систему проектов на уровне папок. Мне этого более чем хватает, поэтому я даже не скучаю. Хорошо, мы открыли проект, начали что-то редактировать, и что мы делаем дальше? Мы дальше сохраняем. И я знаю, что многие очень любят фичу автосохранения, чтобы браузер за вас постоянно сохранял файл, и тем самым, если редактор упал, или вы забыли сохранить, или еще что-нибудь такое, он вам постоянно сохранит, и, в общем, даже спрашивать вас не будет. И в этом что-то есть, но я это не люблю. Знаете почему? Когда, например, у вас какая-то сложная сборка, у вас в итоге редактор провоцирует эту сборку, и вам долго сложно в нее нужно попадать. Вы не хотите, чтобы там постоянно крутился сервер, и вы постоянно видели дергание перезагружающейся страницы. Это очень хорошо работает для видеоредакторов. Мне очень нравится автосохранение вот в этом софте. Но вот для редакторов кода почему-то не работает. Давайте откроем какой-нибудь текстовый файлик, вот CSS, например, и посмотрим кое-что. Одна из важных вещей, которая отличает текстовый редактор от редактора кода, это удобный и хороший поиск. Давайте мы попробуем здесь что-нибудь поискать. Ну, обычное, command F, и начинаем искать, да? Ну, то есть, типа, скопировали контент, нажали command F, вставили, и начинаем искать, да? А если, допустим, мы хотим что-то найти и заменить, допустим, я хочу заменить класс контент на класс, не знаю, контент с подчеркиванием. Ну, вот хочу, скопировал, теперь найти, а потом... И вот, знаете, ну, неудобно. Вы используете один буфер обмена для того, чтобы делать поиск, и у вас теряется то, что вы скопировали до этого, а я люблю беречь буфер обмена для других операций. Поэтому я люблю использовать буфер для поиска. Давайте закроем поиск, выделим слово контент, нажмем command E, и у нас слово попало в буфер поиска. И мы нажимаем command G и проходим дальше. И мы можем с легкостью каждый экземпляр или нужные места найденные заменить на то, что у нас в буфере обмена. Это очень удобно и позволяет вам сохранять ваш буфер. Не бог весть какая фича, но очень полезная. Давайте продолжать с поиском. Давайте возьмем, например, вот эти две иконки, вставим их в body и поставим себе такую задачу. Нам нужно вывести их как текст, а не подключить эти иконки в body. Ну, допустим, как фрагмент кода. И нам нужно заменить угловые скобки на подстановке LTGT. Мне очень нравится делать это с помощью горячих клавиш, с помощью поиска по выделенному коду. Смотрите, есть удобное сочетание. Command Option F открывает поиск, Command Option L делает поиск по выделению, и тут уже можно писать, допустим, угловую скобку мы заменяем на LT, Command Option Enter. Идем обратно, Shift Tab, закрывающую скобку на GT, Command Option Enter. И все. Мы заменили то, что нам нужно, не покидая клавиатуры, не покидая этого диалога. Безумно удобно. К счастью, диалоги поиска по файлу и диалоги поиска по проекту, и не только поиска, но и замены, разделяют одни и те же горячие клавиши. И вот сейчас я нажал Command Option Enter, и аналогично мы можем поискать по всему проекту. Давайте проверим. Отыграем все изменения, ничего не ломаем. Идем в поиск по проекту. Command Shift F. И давайте поищем, например, конструкцию if. Она встречается в некоторых шаблонах, и мы где ее ищем? Во всех файлах NGK. Очень удобно. И, допустим, мы хотим заменить его на что-нибудь, ну, такое, не знаю, на что-нибудь другое. Возьмем этот if и заменим его на фи. Ну, потому что можем. Это не имеет никакого смысла, но чтобы продемонстрировать. Как только мы начали что-то искать, редактор подсказывает, кроме того, что найдено, еще на что это будет заменено, такой маленький диф локальный показывает. Это довольно-таки удобно. Так вот, если вы хотите применить эту замену того, что найдено, на то, что вы предложили, вы тоже нажимаете Command Option Enter, и он, поскольку это деструктивная операция, которая найдет все и сохранит еще эти файлы, он предлагает вам диалог. Да, мы все заменяем, и происходит, безусловно, поломка проекта. Но саму идею вы поняли. Я думаю, справедливо будет сказать, что все редакторы кода поддерживают регулярные выражения. Это была, собственно, причина, по которой я выучил регулярные выражения. Не могу сказать, что я их очень хорошо знаю, но этого достаточно, чтобы найти и заменить какие-то более сложные фрагменты. Регулярные выражения — это отдельная большая тема. Пожалуйста, изучите их, хотя бы на базовом уровне. Они здорово помогут вам рефакторить код и каким-то образом быстренько применять изменения. Вы, наверное, заметили, что когда я заменил что-то во всем проекте, зажглась циферка 4. А это что такое? А это специальная панелька для контроля версий. Я редко пользуюсь горячей клавишей Ctrl-Shift-G, но давайте ради вас воспользуюсь. Раз. Готово. Что она нам дает? Вы здесь видите diff, то есть изменение относительно закомиченной версии ваших файлов, то есть сохраненной в системе контроля версии, относительно того, что вы только что отредактировали. Например, в файле pages.ngk два ифа заменились на фи. Это встроенная поддержка гита в VS Code. По-моему, никакое расширение для этого ставить не надо, но если я ошибаюсь, вы скажите. И здесь прямо отсюда можно застейджить, то есть выбрать некоторые изменения, которые вам нужны для того, чтобы их закоммитить, чтобы атомарно коммитить, например. Я чаще всего делаю вот так. Я stage selected ranges, и этот фрагмент попадает в мой коммит. Еще раз, stage selected ranges. То есть я даже ничего не выделяю, я просто по строчке кликаю. И только это все застейджено, видите? И относительно этого я могу написать коммит, и что-то закоммитить. Довольно удобно, когда у нас в файле изменилось несколько вещей, и мы можем застейджить только одну из них. Ну, например, вот это вот второе. Мы делаем unstage, и видите, у нас есть pages ngk с вот этой правкой, и вот этот pages ngk с другой правкой. Это застейджено, это ждет своей очереди. Если у нас разные задачи решаются, это очень удобно. Не нужно стейджить все на шару. Я думаю, многие прямо сейчас отвалились из этого видео, просто гневно закрыли видео и воскликнули. Да он не настоящий программист, он гитом пользуется из интерфейса. Жалко, что мы с вами расстались на этом этапе. Я действительно не настоящий программист, но я люблю пользоваться инструментами, которые удобны. На мой взгляд, стейджить кусочки вашего кода прямо из консоли не очень удобно. А из редактора довольно удобно. А еще иногда бывает просто быстрее в редакторе открыть момент коммита, пула или еще типа того, и быстренько все это сделать. Так что да, я пользуюсь и консолью, чтобы коммитить, пушить и так далее. И VS кодом для этих самых задач. И отдельным гит-тауером, интерфейсом для гита. Я использую те инструменты, которые подходят лучше всего для момента и для задачи. Поэтому не верьте людям, которые гневно выключили это видео. Вы можете делать все, что хотите, и оставаться настоящими фронтендерами, программистами, версальщиками, как вы там себя называете. Ладно, это гит. А есть еще гит-хаб, куда мы все это пушим, где это все хранится, где мы коллаборируем. Вы наверняка заметили иконку octocat, или восьмикота, который есть в боковой панели моего VS кода. Да, у меня есть расширение github pull requests, или как-то так оно называется. Все ссылки дам в описании на эти расширения. Так вот, оно позволяет мне удобно чекаутить чужие pull requests, поднимать их локально, проверять, что-то коммитить, пушить в чужую ветку, поскольку автор разрешил. Ну так работают pull requests. В общем, безумно удобный инструмент. Давайте посмотрим, как он работает. Откроем какой-нибудь другой проект. Ну, например, те же самые веб-стандарты. Сходим в иконку гит-хаба. И здесь у нас есть несколько черновиков. Я прямо здесь вижу все pull requests, которые открыты в этот репозиторий. Давайте, например, посмотрим на pull request с переводом статьи. Сейчас мы его возьмем и с чекаутим. Переключается в режим review. Видите, создалась отдельная ветка. Точнее, с чекаутилась локально. Ну и мы сможем отдельно открыть тот самый индекс MD, например, увидеть, что в нем изменилось, и сделать какое-то review, а возможно даже закоммитить какие-то части, открыть это в редакторе, потом закоммитить и запушить это все в удаленный репозиторий. Это безумно удобно. Так что возможность работать с гит-хабом, не выходя из редактора, для меня экономит огромное количество времени. Если в вашем редакторе нет чего-то подобного, попытайтесь найти расширение, а если нет, ну подумайте о смене редактора, потому что это очень важно, особенно если вы работаете с гит-хабом. Пришло время наконец-то показать вам консоль. Я частенько ее использую для того, чтобы разрабатывать какие-то проекты локально. Ну, правда, удобно запустить какую-нибудь команду, Node.js, npm и все остальное. Консоль все-таки нужна. Не все так хорошо интегрировано в редактор, хотя попытки есть. Откроем консоль. Я для этого нажимаю Command J, и она открывается. Вы могли заметить, что она открылась не мгновенно, а загрузилась частично, а потом уже подгрузился туда непосредственно shell. Да, я использую bash, и каждый раз, когда я открываю консоль, загружается мой терминал по умолчанию, в котором, собственно, загружается bash с нужными настройками и так далее. Как вы видите, в приглашении написан путь к текущей папке, ветка, статус и все остальное. Я это все настроил для своей обычной консоли iTerm. Видите, она здесь идентична. И так же она у меня выглядит здесь. Просто потому, что при открытии я отправляю все команды и инициализирую свою локальную консоль. По сути, это окошко в мою консоль. Эй, подожди, у тебя там темная консоль? Это как понимать? Ты весь такой светлый, а там темная? Я в консоли работаю не так много и не так часто, и у меня почему-то есть привычка, что редактор у меня светлый, а консоль темная. Чтобы не путать или... Вот я не знаю, как себе это объяснить. Наверное, проблема в том, что я не нашел удачной светлой темы под консоль. Но я еще буду искать. А так, консоль, которая у меня прямо в редакторе, она светлая. То есть я уже, в принципе, привык к этому. В общем, как-нибудь про консоль мы поговорим отдельно. Главное, что в S-коде открывается полноценная настройка того, что я сделал для своей обычной консоли, просто прямо в редакторе. Это бывает очень удобно. Там я запускаю всякие npm-инсталлы, npm-тесты и прочие-прочие-прочие консольные вещи. Иногда какие-то команды для гита, которые удобнее сделать из консоли. Ну, в общем, всякое такое, что мы делаем в консоли. Ну, и включаю локальный сервер, да. Например, для веб-стандартов. Я могу написать здесь npm-start. Он у меня тут быстренько все соберет, поднимет локальный сервер. Я нажимаю Command, кликаю по локальному серверу, да, и у меня открывается страница сайта, где я могу все разрабатывать. Обычно я ставлю это окно рядом с редактором, в Split, но это уже про macOS. Самое хорошее, что эту консоль можно закрыть, Command J, и сервер по-прежнему будет работать. Чтобы убить консоль, то есть локальный сервер здесь запущенный, нужно нажать корзинку. Тогда она умрет. Если вам нужно открыть и выполнять команды во время запущенного сервера, вы можете сделать Split и получить здесь точно такую же консоль. Например, чтобы что-то коммитить, тестить или вроде того. А сервер по-прежнему будет работать отдельно. Тоже открыть, закрыть. Все никуда не девается, просто скрывается. Если хотите что-то уничтожить, раз, два, сервер больше не работает. Осталось еще немного. То, как я это все настроил. То есть, как это все выглядит и работает, я вам показал. А теперь, наверное, стоит показать, какие настройки я для этого использую и как я их группирую, сохраняю, синхронизирую, чтобы вы могли воспроизвести это у себя, например. Вообще, в AS-коде есть настройки. На macOS вы нажимаете Command, запятая, и получаете все настройки. Но этот интерфейс мне не очень нравится, он не всегда понятный. Мне гораздо удобнее работать с файлом настроек. То есть, есть настройки по умолчанию, а есть настройки, которые прямо в файле находятся. Их можно посмотреть, нажав, наверное, на кнопку JSON. Здесь у меня находятся настройки, которые я использую для редактора. Я их руками группирую, чтобы проще было находить. По умолчанию, при изменении настроек, VS-код записывает их в конец. Я их немножко отсортировал. Zoom окна по умолчанию 1. Я могу его увеличивать Command плюсом, Command минусом, и он здесь будет сохраняться. Show Release Note я отключил. Они у меня раздражают при старте, как вы могли уже понять. Всякие подсказки я отключил. Цветовая тема GitHub Lite, как вы видели. Когда открывается новый свежий файл, он начинает подсказывать всякую ерунду, я это отключил. Иконочки у меня минимальные. Startup Editor у меня открывается с пустым новым файлом. Тоже удобно. Дальше боковая панель. Компактные папки. Это когда у вас есть пустые папки, как на GitHub, и редактор пытается их склеить, и меня это очень сильно путает, и я это отключил. Он не спрашивает меня, когда я удаляю файлы. Он не спрашивает меня, когда я драг-н-дропаю. Дальше настройки редактора непосредственно. Плавная анимация. Шрифт JetBrains Mono. Размер шрифта 14. Ховеры убираю. Они мне не нужны. Когда вы наводите на какое-нибудь CSS-свойство, появляется панелька. В общем, она только отвлекает. Всякие лампочки, которые подсказывают мне что-то, тоже раздражают. Minimap. Я не понял, зачем она мне нужна. Опять же, более плавная прокрутка, а то была каретка. Ну, в общем, правда, лучше получается. Разделители слов. По умолчанию список точно такой же, кроме маленькой детали. Я считаю подчеркивание разделителем между словами. Это довольно удобно, если вы используете, допустим, нотацию BEM, в котором есть блок-элемент, и элемент разделяется подчеркиванием. Поэтому иметь в этом списке разделителей слов подчеркивания безумно. Полезно. Так что знайте об этом. Это редактор. Отдельно настройки файлов по умолчанию. Я вам еще покажу, какие у меня стоят расширения, и среди них есть editor-config. Он меняет настройки редактора в зависимости от файла настроек, который есть в каждом проекте, который я открываю. Между разными проектами содержимое этого файла может отличаться, поэтому мой редактор меняет настройки. Хотя я же записывал об этом отдельное видео. Посмотрите его. Так вот, есть editor-config, а есть мини-проекты или какие-то вещи, которые я быстро открываю. И я хочу иметь там те же правила, поэтому я настроил редактор так же, как мой типичный editor-config. И вот эти вот настройки это отражают. Финальная строка вставляется, тримятся последние и лишние строки, и лишние пробелы в конце строки тоже удаляются. Это, в общем-то, мой дефолт. Это относительно файлов, размер шифта терминала, настройка терминала. И я использую bash, ни zshell, ни фиш, ни что-нибудь еще, просто потому что, не спрашивайте. Так что, чтобы VS-код его нашел и правильно запустил, я ему прописываю псевдоним bash у профиля и путь к моему башу. Отдельно настройка расширения git. Точнее, это даже не расширение, а встроенная возможность. Он автоматически фетчит с сервера и проверяет, что что-то новое появилось. Если какие-нибудь изменения пришли, он показывает, что здесь можно что-то скачать с сервера. То есть он не пулит по умолчанию, он просто фетчит. Это очень хорошо. Он это делает периодически, раз в 30 секунд, по-моему, или что-то типа того. Он не задает глупых вопросов, когда я пытаюсь засинхронизировать, то есть запулить и запушить одновременно. Опять же, рисково. Смотрите сами. Smart Commit, если я что-то не заштейджил. Я все-таки это разрешаю. Иногда по-быстрому хочется что-то сделать. Ну и когда я пулю что-то с сервера, мне больше нравится, когда он пытается ребейзить. Если что-то не получается, он покажет ошибку. А так, по умолчанию, ребейз, мне кажется, это правильная тактика мержа. Отдельно я не прошу давать им всяких рекомендаций расширений. Я сам знаю, что мне нужно делать. И настраиваю расширение StyleLint. Дело в том, что у меня это расширение стоит, и скоро мы на него посмотрим, и мне не нравится, когда внутри Markdown файлов, внутри HTML файлов, он пытается валидировать CSS, который написан совсем по другим правилам. Поэтому я ему говорю, смотри только на CSS, когда пытаешься что-то линтить и валидировать. Ну и отдельная настройка для GitHub. Я предпочитаю сквошить pull-requests, то есть из всего того бардака, который приходит внутри pull-requests, делать один commit, который объясняет, что этот pull-requests делает. Вот такие вот настройки. Раньше у меня стояло отдельное расширение для синхронизации настроек. То есть они записывались куда-то в какой-то публичный GIST, потом я коннектируется с ним, и настройки оттуда читались. Ну, в общем, было удобно, в принципе. Сейчас я продолжаю синхронизировать настройки уже встроенным возможностям в VS Code. Он синхронизирует это, по-моему, через GitHub. Но я уже забыл. Я просто включил и забыл. И он на самом деле их бэкапит. Можно посмотреть разные диффы, можно откатиться на предыдущие версии. Это довольно удобно. Вы просто авторизуетесь, включаете синхронизацию, и где бы вы не авторизовались, в каком VS Code вы получите свои настройки. Так что если у вас бывает ситуация, когда вы на чужой машине или на другой своей машине, и вам нужны свои настройки, включите синхронизацию. Ну и, наконец, про расширение. Сходим и посмотрим, что у меня там. Extensions. EditorConfig. Я про него уже говорил. Безумно полезное расширение, и количество его пользователей говорит само за себя. У меня стоит ESLint, чтобы у проекта, где это есть, он мне подсказывал, помогал, если что-то идет не так. FileUtils. Очень полезное расширение, которое позволяет вам создавать, дублировать, переименовывать, двигать, удалять файлы или папки. По умолчанию в VS Code подобных вещей нет. Например, если мне нужно сделать дубликат какой-нибудь, я делаю duplicate, move, rename, delete. в общем, безумный и очень простой и почему-то не встроенный набор команд, которые теперь у меня есть. Те самые GitHub Pull Request и issue отдельно. Мы сегодня их не смотрели, сами разбирайтесь. Очень полезное и классное расширение. Собственно, та самая тема GitHub Theme. Как вы видите, она есть темная и светлая, и, кстати, даже средняя есть, так что отлично. Языковой файл для Nginx, файл Nunchaki, такой шаблонизатор дживоскриптовый. Потрясающе полезная утилита для сортировки. Она позволяет сортировать по длине строк, по алфавиту, удалять дубликаты и так далее, и так далее. Очень классная штука. Всем рекомендую. Если вдруг у вас что-то подобного нет, вы кучу времени теряете. Ну и мой любимый StyleLint. Он позволяет мне писать CSS по моим правилам или по правилам проекта, с которым я работаю, и подсказывает, когда я отхожу от этих правил. Все эти расширения синхронизируются вместе с настройками, это тоже очень удобно. Залогинился в VS Code, получил все, как ты привык. Вы можете удивиться, что у меня довольно маленький набор расширений. Я знаю у людей, которые стоят сотни под все варианты задач. Но такие вот у меня задачи. Я работаю с HTML, CSS, JavaScript, и в общем-то все, что мне нужно, в этом списке есть. Есть множество вещей, которые не вошли в это видео. Есть множество вещей, про которые я просто не знаю. А есть куча вещей, которыми я просто не пользуюсь. Понимаете? У каждого в свой взгляд на редактор. Я решил поделиться своим. Вдруг вы найдете что-то, что вам кажется полезным, о чем вы не знали, не думали или просто не пользовались. Это все на сегодня. Спасибо, что посмотрели. Напоминаю, что это видео первыми увидели мои патроны. Так что, если вы хотите увидеть следующее видео первыми, становитесь патронами. Небольшая сумма в месяц, и мы станем с вами чуть ближе. Вы можете попасть в отдельный чатик, вы можете задавать вопросы на лайвах, вы можете даже получить какие-то ништяки от меня по почте. В общем, есть варианты. А если вам и так нормально, просто подписывайтесь. Это здорово не помогает. Ну, ставьте лайки, понятное дело, и давайте обсудим в комментариях, что вы думаете по поводу моего сетапа, какой у вас, что у нас общего, что разного, что вы думаете про светлые темные темы, про выбор шрифта, размера, расширения и всего остального. Мы наверняка сможем посоветовать друг другу много всякого интересного. Так что, давайте общаться, и увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok